вам не нравится бег, или вы не можете бегать, потому что какие-то ограничения медицинские существуют, а входить вы можете, то какая ходьба, скандинавская или обычная, большой разницы не имеет. Скандинавская ходьба еще тем хороша, что человек, идя с палками, он как бы немножко начинает себя чувствовать более спортивно. И ходьба для, с точки зрения эффекта для сосудистой, для сосудистой системы, она именно нужна интенсивная. Не как вы с собачкой гуляете, ее подзываете иногда. Или с супругой девушкой. А именно такая бодрая, активная ходьба, при которой дыхание все-таки такое интенсивное. Тогда достигается тот самый оздоровительный эффект на сердечно-сосудистую и дыхательную систему. То есть в противном случае, если вы идете с палками, со скоростью прогулки с собачкой, то, извиняюсь, это просто показуха. Ну, просто это малоэффективно. Конечно, это лучше, чем сидение на диване. Но с точки зрения спортивной эффективности, конечно, нужно и нет. Бога. Спасибо.